Пока зрители моего канала думают, что мы будем делать с этой песней, если кто-то не знал, это вот эта вот белая машина. Кстати, кому интересно, видео про эту машину я оставлю в описании. Переходите, смотрите, там очень интересная история. Ну а пока будет очень познавательное видео о замене вашего двигателя в машине. Я думаю то, что каждый из нас хочет очень быструю машину, но как этого достичь? А достичь это можно просто заменив двигатель на более какой-то мощный. Ну а как это сделать в игре под названием Beaming G Drive, я вам сегодня покажу и расскажу. Чтобы было более интересно, давайте-ка разыграем такую небольшую РП ситуацию. К моему другу в автосервис обратился один человек, который владеет вот такой вот старенькой Е36. Он обратился с проблемой, потому что у него застучал двигатель. Простыми словами, ему пришел конец. Поэтому его машина оказалась на подъемнике. Двигатель был снят и, кстати, вот, вы можете его наблюдать. Это самый обычный бензиновый двигатель с объемом 1.8. Сам владелец всегда хотел, чтобы его машина ехала намного быстрее. Ну и так получилось, что этот момент настал. Старый двигатель мы выкидываем и ставим более мощный. Мы с моим другом начали искать, какой бы двигатель сюда поставить. Ну а сам владелец нам сказал, что у его друга есть М3 точно в таком же кузове. Совсем недавно, гоняя по треку, он разбил свою машину. Но, к счастью, для нашего клиента пострадала лишь только задняя часть. Передняя часть осталась целой. А значит, то, что двигатель там не пострадал. Мы согласились с его предложением и сказали ему пригонять машину друга. Машина друга уже находится около нашего сервиса и пойдемте ее посмотрим. Как вы можете заметить, передняя часть у нее полностью целая. Пострадала лишь только задняя. А значит, двигатель у нее совсем не пострадал. Я думаю, то, что не будем медлить, загоняем ее к нам в бокс и начинаем перекидывать этот двигатель уже на ту машину. М3 уже на подъемнике, а значит, мы можем приступать к нашему, так сказать, свапу. Заходим в конфигурацию машины. Далее нажимаем на Body. Теперь находим вкладку под названием Engine. Так как на нашей машине нету двигателя, там стоит Empty, что в переводе с английского означает пустой. Мы нажимаем на клавишу Empty и у нас выскакивают двигатели, которые нам предлагает игра. Все эти двигатели мы можем установить на нашу машину. Количество двигателей будет предлагаться в зависимости от вашего мода. Например, у меня их довольно-таки много. В машине, которая у нас служит донором, там стоит двигатель S53.2. Поэтому мы выбираем его. Далее мы нажимаем на клавишу применить. После небольшой загрузки мы видим то, что у нашей машины появился двигатель. Хочу вам дать одну очень маленькую, но очень полезную подсказку. Когда мы искали наш двигатель здесь в настройках, он был примерно третий по счету и прям в самом начале. Вы также его сможете найти здесь, когда у вас машина без двигателя. Как только двигатель будет установлен, или сразу же изначально в вашей машине стоит двигатель, слово Engine будет находиться вот уже здесь. Поэтому будьте внимательны. Когда я ставил двигатель на эту машину, у меня еще был при этом выбор. То есть у меня есть двигатель S50, и он бывает 3.0 и 3.2. Вроде бы автоматически на мою машину установился 3.0, но дальше мы нажимаем клавишу Engine и переходим еще в более глубокие настройки. Мы видим то, что у нас открылась еще одна вкладка, и там уже написано 3.0 литра. А я хочу, чтобы у меня было 3.2, поэтому мы заходим и меняем здесь на 3.2. Далее опять нажимаем применить. Ну и теперь вроде бы все готово. Давайте-ка для наглядности еще перейдем к синей машине и просто удалим оттуда двигатель. Якобы мы его сняли и переставили в нашу черную машину. Опять же заходим в конфигурацию машины. Помните, как я вам и говорил, клавиша Engine будет где-то внизу. Так оно и есть. Нажимаем, выбираем в самом верху Emptie. Это означает, что мы просто из нее удалим двигатель. Нажимаем применить и смотрим, что у нас получилось. Все, наша синяя М3 уже без двигателя. Но при этом не забываем то, что когда мы нажимаем на клавишу применить, все повреждения у машины восстанавливаются. Ну а теперь настал самый волнительный момент. Давайте-ка посмотрим вообще, что у нас получилось и смогли ли мы поменять двигатель. Потихонечку буду нажимать педаль газа. Она едет, это уже хорошо. И едет вроде бы даже бодрее, чем до этого ехала. Главное сейчас проверить в деле и первые моменты. Блин, вот мы сейчас немножечко понаваливаем на ней. И смотрите, очень важная штука. Скажу честно, в бимке я пока что не слишком силен. И всю эту техническую часть я начал изучать сам только недавно. И как мне кажется, в жизни просто заменить двигатель там с более слабого на более какой-то мощный, так просто не получится. Потому что для более мощного двигателя нужны будут более мощные компоненты. Если я сейчас начну наваливать и у меня что-то будет отваливаться, разберем это когда-нибудь попозже. Потому что это видео было про замену двигателя. Я думаю, что теперь уже можно будет проверить, что у нас получилось. Короче, погнали. По мощности, да, мощность увеличилась прям очень хорошо. Смотрите, она даже ее заносит. На ней даже можно как-то немножко дрифтить. А до этого она была самой простой машиной на самом каком-то простом двигателе. На котором даже дрифтить было, как бы я не сказал, что очень круто, классно. Она по сути вообще не дрифтила. А тут мы можем, хоп, бачком немножко дать, хоп, зайти. Но ей не хватает выворота. Короче, блин, надо еще каких-то тюнячек ей. Потому что обычной заменой двигателя, как бы, блин, ну она... Да, она стала намного мощнее, она стала лучше ехать. Пизда. Нахуя я менял двигатель, не знаю. Надеюсь, что такой видеоролик по свапу был для вас полезен. Если ты хочешь еще что-то узнать про игру, то переходи на мой канал. У меня есть очень много полезных видео. Ну а с вами был Флоуми и всем приятных покатушек в нашей любимой игре под названием Be Minji Drive.